друзья всем привет день добрый день добрый и сегодня как я и обещала я вам расскажу мою последнюю неприятную историю из жизни если вы не в курсе этой ситуации то посмотрите мой коротенький ролик предыдущий shorts я там все объяснила что за история и почему она неприятная но перед тем как я начну рассказывать что к чему я хочу вам сказать что прошла уже неделя и я более менее успокоилась мои эмоции по утихли я сегодня могу спокойно с вами этим всем поделиться но перед тем как я начну я вроде уже говорила эту празу проверь подписан ты или нет если нет то попрошу подписаться потому что более семидесяти процентов моих зрителей к сожалению не подписаны а почему не подписаны скажите мне и также нажимай обязательно на колокольчик и я жду от вас обратные связи в комментариях ну чтож начну свою историю поехали ну чтож за пять месяцев в варшаве за пять месяцев больше я впервые сталкиваюсь с дискриминацией да да я считаю что это было на сто процентов дискриминация расскажу почему я так считаю а как вы знаете одна из моих подработок это подработка в магазине как дураться клиента и конечно же работа с людьми работа непростая работа тяжелая кто работает в такой сфере я думаю что вы меня понимаете потому что как бы тебя не грубили как бы неуважительно с тобой разговаривали ты всегда должна улыбаться ты всегда должен быть милым с людьми как бы но потому что это обслуга клиента мы не имеем права грубить и мы не имеем права отвечать в неуважительной форме даже если уважение к нам ноль но такая грубость которая произошла со мной неделю назад я думаю что прощать просто нельзя потому что эта грубость не только обижает тебя как личность она и дискриминует а дискриминацию прощать нельзя вот и начиная рассказывать вам саму историю что же произошло как вы знаете во всем мире сейчас опять увеличение заболеваний и к сожалению статистика ничего хорошего нам не показывает и из-за увеличений заболеваемости вход в торговые центры вход в магазины только в масках так было всегда в принципе но не очень обращали на это внимание то есть есть маска или нет никто не делал никакие незамечания в магазин впускали но сейчас это очень строго контролируется даже ходит милиция полиция извините полиция по торговым центром и проверяет насколько в магазинах клиенты и дурация клиентов то есть персонал в масках ну и как говорится моя история началась из-за масок а закончилась дискриминацией если так коротко вам рассказать ну так вот представьте ситуацию на часах уже 22.00 наш склеп уже закрыт мы обслуживаем последних клиентов ну как обслуживаем последние клиенты уже стоят в очереди на кассе и последняя наша клиентка без маски нет она была с маской но маска была на подбородке это у нас считается что ты без маски и наша сотрудница которая стоит на кассе я сразу скажу что полька она делает замечание и просит как делать замечание мы не делаем замечание мы просто просим надеть маску потому что менеджер нам сказал что людей без маски и людей которые не хотят надеть нормально маску мы просто не обслуживаем то есть это у нас как сказать была указивка сверху да менеджеры тоже следят за этим чтобы мы не обслуживали клиентов без масок ну так вот девочка полька стоит на кассе она делает замечание нашей клиентце а клиентка отказывается надевать маску и начинает орать и неуважительно разговаривать девочка которая стоит на кассе но мы в таких ситуациях сразу вызываем менеджера приходом менеджера наша пани наша клиентка замолкает менеджер подходит и говорит что случилось вы хотите сделать закуп пожалуйста мы вас обслужим не только если вы наденете маску пани молча надевает маску делает закуп а я в это время чтобы вы понимали я в это время работаю в зале уже наводил там порядок разношу то что они успели разносить вещи но как говорится я работаю в зале а зал пустой потому что клиентов уже нету эта пани молча делает закуп все складывают ей укладывают в кулек и когда менеджер уходит она как бы тоже разворачивается как бы тоже собралась уходить но тут нагло оборачивается и начинает опять грубить девочки на кассе что это за воспитание что это за поведение как вы можете так разговаривать с клиентом вы не имеете права у меня требовать чтоб я надела маску и вы понимаете я сейчас это очень-очень это культурно изъясняясь чтобы потом не не извиняться перед вами потому что это было действительно этот разговор был в очень грубой форме в очень грубой форме очень-очень она громко кричала и понимаете я в это время работаю в зале я просто не могу больше это слушать это слышать мне стало очень обидно за то что мы как работники тоже выполняем свою обязанность и тут какая-то пани он так грубо начинает орать на ни в чем не виноватую девочку но и как говорится мое терпение иссякло я решила подойти к этой клиентке я к ней подхожу и нормальным тоном говорю что зачем вы кричите на сотрудников потому что мы тут ничего не решаем мы просто работники давайте я сейчас позову менеджера и вы свои претензии скажите менеджером ну что пани оборачивается и начинает уже уходить с магазина и в движении как бы подходить ко мне потому что я стояла напротив выхода со словами ты ты братцы и до щебя на украину и ниц ты не мув на что я скажу что была очень шокирована как-то доля секунды я просто растерялась но ненадолго я еще успела сказать кеды я захцел тэдэ и бэндэ врацать на украина они не можем и мувыть кеды я муша врацать на украина и я еще успеваю в этот момент через связь вызвать менеджера менеджеру я сказала что ходите быстрее сюда потому что наше нашей клиенте не нравится что тут работают люди из украины но конечно же пани услышала что я вызываю менеджера и тут в это же время услышала как фоне разговаривается мне какой она фразой отвечает мне подбегает тоже наша сотрудница тоже девочка из украины сразу что они не может так мувич по ней вяжет о дискриминация и наша пани и конечно всескоре и начинает быстрым шагом направляться к выходу уже фактически выходит к сожалению наш менеджер не успел подойти и не успела поговорить с пани и они можно сказать убежала от этой ситуации нагрубила и убежала и что в результате я получила я получила очень неприятную ситуацию то есть как бы я хотела помочь а в результате на меня удар пришелся еще больше но я не жалею о том что я в этот разговор вклинилась за то что я заступилась в принципе я поступила правильно я знаю об этом что я поступила правильно но конечно же в тот момент эмоции были на пределе и мы с этой девочкой которая подбежала ко мне тоже мне на помощь с украинкой со слезами на глазах начали рассказывать менеджеру что произошло конечно же нас все успокаивают и в этот момент говорят не берите в голову просто такой человек такой человек не надо брать всерьез слова такого человека но да конечно же легко сказать не берите в голову когда это можно сказать что не касается вас непосредственно но нам с той девочкой тоже с украины было очень обидно в тот момент говорю что мы держались на грани меня спасла от слез только то что я себе в голове держала мысль ой у меня накрашены глаза я при макияже сейчас если расплачусь то это все потечет побежит мне будет как бы не неудобно и неприятно плакать поэтому я как бы со слезами на глазах но я держалась я не знаю я думаю что меня уже эта ситуация попустила но все равно начинаю рассказывать и это все вспоминается но опять же повторюсь это очень неприятно когда тебе в глаза вот так тыкают и еще в таком тоне указывают на твою как бы неполноценность из-за твоей национальности ну так не может быть люди так нельзя говорить и а знаете когда все такие бурные эмоции чуть-чуть улеглись я конечно эту ситуацию пережевываю перем переосмысливаю мы если на моем месте был бы другой человек только или поляк то тоже это пани ответила бы тоже с большой грубостью поэтому просто так сошлись звезды что на этом месте была я и так же я уверена что если бы в магазине были другие клиенты другие покупатели то это грубость бы тоже пани так просто не сошла я думаю я уверена что за меня на кто-то из клиентов тоже бы заступился и сделал бы ей замечание но потому что потому что ну так нельзя делать но я не знаю я почему-то уверена что другие бы поляки заступились за меня и сделали бы замечание той пани и зачем я снимаю это видео я снимаю это видео не для того чтобы вам пожаловаться не для того чтобы меня пожалели и не для того чтобы кто-то мне написал в комментариях о какие поляки плохие нет я снимаю это видео для того чтобы вы осознавались что дело не в национальности дело в том что в нашем мире независимо от страны польша украина россия америка есть как хорошие так и плохие люди и как я уже говорила дело не в национальности а дело в плохом воспитании но у меня есть для вас очень чудесная новость очень хорошая новость что хороших людей в этом мире намного больше и хороших людей больше тоже намного больше просто запомните это что к сожалению встречается не буду говорить кто вы сами понимаете кто но хороших людей больше и эту мысль надо держать в голове что не судить по одной этой ситуации плохой ситуации не судить всех остальных просто мне попался невоспитанный человек а не то что кто-то плохо воспринимает то что я с другой национальности нахожусь больше и если не дай бог вы услышите в польше тоже какие-то вот такие слова на свой счет я знаю что это будет обидно я знаю что это будет неприятно но пожалуйста не берите это все на свой счет вы вольны делать то что вы хотите и вы вольны жить там где вы хотите не другому человеку решать где вам быть и где вам находиться и не другому человеку решать какая национальность лучше а какая хуже как я еще раз говорила я повторюсь просто не воспитанный грубый человек и к людям которые дискриминируют других я чувствую только сочувствие сочувствие от того как они низко пали как они низко себя ведут и как они низко опустились ну что ж ну а на этом у меня все спасибо что меня выслушали спасибо что меня смотрите спасибо за ваши добрые слова в комментариях и спасибо за вашу поддержку увидимся уже в следующих видео пока пока честь